Друзья, всем привет! Один из часто задаваемых вопросов А можно ли по фотографиям определить Стоит ли автомобиль внимание или нет? Сегодня на примере одного автомобиля Я покажу Я дам ответ на этот вопрос Сегодня героем нашего видео будет бюджетный автомобиль Имеем заявку Бюджет 5000 долларов Нашли классный свитер Renault Sandero Пригнанный с Германии Что бывает крайне редко машина уже с тем Ну по определению техосмотр пройти Может далеко не каждый автомобиль А здесь он уже есть И с пробегом что-то там 113 тысяч километров Такое вообще редко бывает Тем более с таким бюджетом Ну в общем надо ехать Sandero, пропустил я момент запуска самого двигателя Но запустилась она очень легко и с первого раза Сейчас мы вокруг нее походим Посмотрим Ну вижу всякие мелкие коцки Слегка легкие примятости Пока вроде все стоит в зазорах Внизу где-то бампер он причухал Накормили травой нижнюю часть бампера Ну за исключением того, что у нее есть мелкие коцки Вот тут вот рихтовали двери Видать от того, что она была где-то в ступнуто ударена Вот это вот убирали А можно открыть багажник? Так, по факту пока не открывается багажник Но сейчас посмотрим дальше Все? Получилось? Да Ну вот, я же говорю, что налево Ну что, салон даже не замученный Как бы это Посмотреть само днище хочется Ну живую следу ржавчины я не вижу Сейчас мы до конца Не знаю Эх Ни фига себе Ну тут кто-то когда-то вообще отжимал Пальцы оторвать можно Откуда с Польши? Ну на брызги туда чего-то и будет счастье Нет, так это закрывается тоже хорошо То есть вот здесь вот сам момент До того, когда оно не пошло Они ездили, наверное, немного Так, а давай посмотрим, оценим по салону Это бюджетный автомобиль Так, потолок слегка Надо будет чистить В каких-то он точечках Так, здесь все хорошо Здесь, что касается кузова Все у нее замечательно Внимательный зритель обратит внимание Что этот автомобиль я смотрел непригирчиво Хотя столь же пристально Это связано с тем, что Недорогой автомобиль Когда осматриваешь к нему Выдвигается меньше требований Потому что если где-то есть какая-то царапина То, ну, она есть и она есть Тут основной момент в том, что Техническое состояние этого автомобиля Должно быть действительно хорошим А то, что где-то есть какие-то мелкие недосчеты Так это мы понимаем изначально Что все-таки машина за 5 тысяч долларов Очень радикально отличается По требованиям машины за 50 тысяч долларов Блин, ну, нафига его так силиконить, а? Куда не заглянил Вон, и видно, что рубливая недавно Чуть надевали Даже подъемника не надо Да, вот эта вот машина в этом плане хороша Ее можно посмотреть сверху до низу А деньги-то такое Вот легкая коррозия на замке Так, что у нас с маслом? Ну, масло в ней есть И, кстати, оно еще и не темное Да, чуть не стерся Ненормально, ничего не дымит Ничего Да, все хорошо Он вообще сухая рука Людей ничего не нагрузило Так, полно-фот льем Здесь я не вижу, чтобы она снималась Здесь тоже все хорошо Здесь тоже все ровно Здесь ровненько И вот это всякий ключик Равняется Можно конвейку включить? Сейчас проверим работу кондиционера Муфта включилась Нагрузку пошла Да, разница температур чувствуется Кондиционер у нее работает Пучки в коленвала у нее не очень ровно стоят Вот это вот реальный минус Тут болты тоже Все ровненькие Есть скол на стекле Но это такое Лобовое стекло это больше из разряда расходного материала Эх, не выдержала возложенной нагрузки Эта лейба на нее Закончилась, стерлась раньше, чем необходимо А сколько у нее сейчас? Заявлено 135 И свежеперешитый руль Вот это вот реальная херня Сейчас я включу Вот так Так, а ну дай построю, что здесь есть Не крашено, е-мое Только с базара Дай документы Вот на нее по-моему чудо Фу, блин, какая мерзкая вонючка Наверное Так, так, так Ага Машина немецкая Пригнана с Польши Так, значит, что мы имеем Была у нее 113 тысяч В Че? В 12-м году 113 тысяч в 12-м году А сейчас у нее Типа 135 То есть чисто технически За 8 лет Эта машина наездила Сколько? 20 тысяч за 8 лет Ну, как сказать Верю я в это или не верю И тут мы понимаем Что автомобиль действительно С Германии Только в Германии Он последний раз был В 12-м году Потом он перекочевал В Польшу И Уже предстоит выяснить Польскую историю Именно поэтому мы едем Сначала на подъемник Для того, чтобы Понять А стоит ли этот Внимание Автомобиль Учитывая все Техническое состояние А потом будем уже Ковырять Искать на него Историю Че могу сказать По Этому Рено Сандеро Я Скажу Откровенно Предполагал Что это будет Хуже Визуально Он Ну, реально Очень неплохой Я понимаю Что у него Родного пробега Где-то в районе Там 250 тысяч Это и кошка Не ходи Опять-таки Это мое предположение Это не утверждение Жесткое То есть Если она В Германии Была В 2012 С пробегом 112 тысяч С тех пор Прошло 8 лет И накатали Они всего 2000 километров За 8 лет Ну Меня очень Просили не ругаться Потому как Меня смотрят Еще иногда Дети с родителями Поэтому Так хочется В общем Не верю Что у нее 135 тысяч Родного Пробега В Хотя состояние У нее Очень Визуально Прикольное То есть Я уже вижу Что у нее Ремонтировали Рулевую рейку Вот Мы понимаем Что там Либо Разрушен Катализатор Имеется ввиду Сами соты Посыпались И Скорее всего Вы просто вырезали Сейчас будем смотреть На яме снизу И Будет Видно Ясно Понятно Машина Вся в родном окрасе Запчастей Которые Отнимались Я не нашел Есть Мелкие Очаги Коррозии Но Как такового Аж Уши Тянет Но Как такового Как таковых Ударов Подкрасов Я Не Видел Тут Не А Где Да А сейчас Все так Разумею на обид 12.51 Після обид Что делаем Ждем Пропоную Зустретесь Через годину Час У них Через годину Все будет Да Дві 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 години У вас тут Обидня Ну да Ну за годину Не приходит Сейчас я узнаю Когда они Освободятся После обеда И решим В общем Вместо 80 гривен Стандартной Диагностики За 150 Мы договорились Чтобы не ждать Два часа А именно Столько времени Здесь обед Мое время Стоит дороже Поэтому мне проще заплатить Андрюха Давай утолкнем Село Кабугато Стой 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Катализатор Очень частая тема, когда его вырезают А вырезают его по причине того, что там содержатся на сотах керамической или же металлической пластины редкоземельные материалы, которые стоят дурных денег И даже катализатор в бывшем состоянии, когда он сдается, то за него можно выручить 20-30 долларов Поэтому я предполагаю, что именно по этой причине он был вырезан И поставили туда что-то вроде резонатора, скажем так Но такое бывает на самом деле очень часто И то, что это встречается на недорогих автомобилях Это еще тот небольшой недочет, на который можно вот так просто закрыть глаза Потому что у нас экология не защищена на законодательном уровне Поэтому у нас так неэкологично относятся к автомобилям К слову об экологии Город Киев, столица нашей великой державы Самая загрязненная столица во всей Европе Самая загазованная Возможно, именно по причине того, что большинство людей безответственно к этому относятся Вырезают катализаторы Лично у меня, даже когда был Ланос и кончился катализатор Я туда ставил другой катализатор Я не потянул поставить новый, я поставил ДУшный И с этим катализатором она была счастливо продана Правда, потом его все равно парни вырезали, кастрировали Сдали на... поменяли на деньги, назовем это так Все автомобили, которые я имел после 2004 года Они у меня были все с катализаторами От начала и до самого конца Чего и вам желаю Так, что мы имеем сзади? Сзади прикрученный, приваренный откуда-то глушитель Неизвестно откуда С какого-то Рено Это факт Но то, что глушитель не ее, это точно амортизатор У нее сухие Балка, я думал, что крашеная Не, нифига, она такая и есть Балка не крашеная Тут амортизатор Тоже сухой Сзади все хорошо, что у нас поднищу Ржавчины я, в принципе, вообще не вижу нигде Интересно, откуда это вварили Электродная сварка Ну да, чем-то таким Видать, какой-то студент приваривал Так, днище в нее все хорошо Так, по двигателю Здесь сухо Почти сухо Это у нас что? Не, не мажется Хотя, что-то показалось, что течет масло Так, тут сухенько пыльники Раз, два Сальники не текут Спереди Тут даже течь нечем Рулевые наконечники Это вот это Придется это поменять Потому как Ее уже протестировали Колодки тут уже практически закончились Хотя тормозные диски еще Живые Слабые, да нет, живое Вот это что? Это что-то очень старое Тут ничего нет Оно все сухое Так Здесь ровно Здесь ровно Вот тут вот Очень легкие места коррозии А так А смотрели мы данный экземпляр На подъемничке Состояние техническое У него очень даже и неплохое Нигде у него не течет Нигде ничего не выливается Есть замечания по стартеру Есть замечания по аккумулятору Про катализатор Я уже рассказал Теперь остается выяснить Какой у него пробег Мы приобрели этот автомобиль Даже несмотря на то Что изначально он вывалился За наш бюджет Но учитывая все сложенные факторы Мы объяснили человеку Что вот Слушай друг На сегодняшний день Вот у нас есть 5 Вот либо так Либо мы едем Выбираем другую машину Что с учетом того Что мы увидели Что там скрученный пробег К слову о пробеге Заморочились Залезли Когда мы уже имели на руках Польский техпаспорт Залезли Посмотрели И эта машина была продана Полгода назад В Польше С пробегом 171 тысячи километров То есть Скрутили на нем На самом деле Не так и много Для чего Непонятно Ну наверное Здесь уже такой Принцип того Что у этого автомобиля Не 200 То есть Одно дело Когда 170 А другое дело Когда 113 113 по правилам округления Это все таки Ближе к 100 А вот 171 Это уже ближе к 200 Найти Среди недорогих автомобилей Достойный Тоже можно Это просто Более затратно По временным факторам Надо пересмотреть Больше автомобилей Нужно сделать Более глубокий анализ Но тем не менее Все равно Это задача решаемая Ну вот я и молодец Ну а с вами был Николай Тарануха Киев Компания Одинавто Всем удачи На дорогах Всем пока-пока Пизьмусь за выше Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok